привет привет так всем привет сегодня у нас будет видео по placement принту от руки привет всем привет еще раз вот мы запишем сейчас видео по placement принту от руки будем рисовать карандашом марки так просто вот все всем привет рисуем сегодня очень простой placement принт от руки то есть вы делали такие уловы принты в векторе и сегодня будет именно place placement это что такое это когда у нас есть какой-то отдельный рисунок который мы рисуем также либо в векторе либо на бумаге потом если это вектор то мы уже готовы как бы до накладываем print на футболку по центру футболки либо где-то там слева на груди то есть он занимает какую-то точку определенную не полностью по всей футболке будет этот принт и сегодня мы его рисуем от руки запись будет доступна в youtube канале потом позже еще доступного и айджи тв вот так что давайте немного расскажу о том чтобы делать и начнем рисовать так и у нас тема игра престолов и я решила взять основной тематикой до цветы и розы это знак дома тиролов потому что хотел сделать что-то такое простое эффектное интересное то что действительно потом можно будет где-то применить и у нас таком будут розы с шипами да как знак дома тиролов будем рисовать маркерами дома можно рисовать в принципе чем угодно акварелью главное чтобы у вас был линер под рукой либо гелевая ручка я буду также подробнее рассказывать про линер гельку как они ведут себя вместе с маркерами вместе с акварелью вот как их лучше использовать и какой последовать последовательности вот так и также еще хотелось отдельно сказать про такой прикольный стиль рисунка как дудлинг вы наверное все знаете когда сидишь говоришь по телефону и что-то там такое корякаешь и это получается маленькие дудлы это тоже очень популярная сейчас тема очень развита она особенно на стоках там очень хорошо заходят такие маленькие рисуночки и наш с вами placement print может также пойти под дудлинг под использование на стоках потому что такие принты их используют не только на одежде например можно сделать с ними наклейки можно сделать какой-то блокнот с таким спинтом можно использовать эти принты до чем еще характеризуются стойки то что там есть какой-то готовый пакет принтов то есть например у нас с вами там будет несколько розочек определенных и их можно собрать в единую какую-то композицию можно это использовать потом в дизайне в каком-то в печати в чем угодно я знаю также что многие там кофейни для украшения своих витрин они используют такие рисунки печатают их потом клеят на витрину вот получается очень интересно то есть сфера именно использования подобной такой тематики она огромная просто обширнейшая вот так что сегодня у нас будет с вами такой дудл урок и урок по placement print у который можно использовать вообще очень очень много где так и начнем с того что рисуем розочку в композицию и поставила я в круг делается очень просто можно поставить там квадрат наметите места где мы нарисуем розочки можно сделать кружок это очень удобно потому что сразу видно там общую форму и получается такая более цельная композиция какие-то делала мы берем просто какую-то большую круглую штуку у меня это скотч так начнем тогда пожалуй с чистого листа так тут мои пробы пера на маркер вот тоже как мини дудлы таки которые можно потом будет куда-нибудь использовать так у нас есть чистый с вами лист и на столе у меня отпечаталась все ладно не беда берем чистый лист ставим у нас здесь кружочек просто легонько очерчиваем себе этот круг это у нас как бы будет наш такой центр в котором мы с вами будем располагать розочку листочки и я вот ее уже нарисовала но сейчас будем еще раз вместе и проходить вот она здесь такая примерно по центру мы с вами рисуем сердцевинку начинаем в карандаше так надо сделать нам ее очень быстро потому что у нас будет всего час как обычно в принципе вот и мы с вами я думаю что уложим все точно него так нарисовали сердцевинку теперь начинаем рисовать как бы вот у нас есть тело нашей розочки внутренние это теперь мы его одеваем с вами рисуем карандашом рисуем очень тоненько потому что потом мы будем обводить всю эту красотищу линером нам для работы потребуется еще раз говорю линер гелевая ручка маркеры или акварель ластик естественно если вы рисуете маркерами то можно взять обычную бумагу если вы рисуете акварелью то лучше конечно взять акварельную именно бумажку плотненькую можно с маленьким зерном так это еще листик внизу пошел нас такая чуть-чуть в таком плоском стиле получится розочка надеваем лепесточки с каждым разом эти лепесточки мы все делаем больше больше вот тут допустим видно лепесток и сбоку чуть-чуть вот его нижняя часть и сверху он так заворачивается мы его рисуем так теперь с этой стороны лепесточек прям можно его быстренько себе намечать такой даже мне кажется в стиле татуировки немного он получится и для всех кто пришел еще раз рассказываю что мы сегодня делаем placement print в дудл стиле взяли розу за основу розу с шипами это как знак дома тиралов вот и сейчас мы ее рисуем всем привет запись будет доступна в айджи тв и потом я думаю что на youtube канале тоже она будет рисуем нашу розочку вот еще раз рассказываю про стиль дудлинг дудл вот такие маленькие интересные рисуночки в которых может быть изображено все что угодно вашей душе цветочки маркеры то есть они могут быть вообще абсолютно абсолютно разные цветочки маркеры и до столовые приборы вот все это может понадобиться для дизайнеров для верстки например если там кто-то делает меню еще что то они скачивают обычно такие штучки собранные в комплекты на стоках вот и потом используют уже везде в своей работе так кстати говоря на стоках таких можно еще зарабатывать например если вы рисуете такие вот комплекты дудл скетч и placement принтов то потом можно их собирать как раз в эти законченные такие композиции или отдельно как-то их располагать на листочке и их можно на стоке продавать вот так так и давайте еще добавим липус точек так теперь рисуем наши листики они могут уже вот выходить вообще совершенно спокойно за наш кружок не обязательно кстати чтобы роза она прям вот вся прям в нем было рисуем листочки теперь лепесточек хочу сюда располагать все наши листики такие штучки лучше как-то более хаотично чтобы они вот не ровно были по кругу и теперь давайте добавим еще вот сюда добавим сюда так теперь рисуем с вами наши шипы тут я достаточно подробных прорисовала шипчики такие вот завернутые закрученные вот и сейчас мы тоже самое с вами повторим на нашем рисунке уже вот другом вот наш рисунок давайте прям можно чуть-чуть выходя за этот круг рисовать сначала верхнюю линию наших шипов теперь даем толщину шипу шипчик естественно прорисовываем так теперь давайте еще вот сюда добавим нужно их крутить лист здесь он пусть выходит отсюда всем привет кто пришел опять так рисуем нас шипы далее еще давайте добавим вот сюда завитушку такую так и давайте вот здесь еще тоже конечно можно долго сидеть на самом деле вот именно композиционно вырисовывать все шипчики какие нибудь придумывать там загогулинки вот честно с вами в ускоренном чуть-чуть режиме давайте сюда сюда заводим его так и пусть он будет где-нибудь вот так вот получилось у нас две такие placement розочки которые можно будет потом сейчас точнее мы с вами их разукрасим потом можно будет их оцифровывать переносить в компьютер обрабатывать фотошопе я тоже сейчас об этом чуть попозже расскажу и так следующий наш этап берем с вами линер берем с вами линер и обводим контур нашей розочки очень большое внимание тем кто будет с гелевой ручкой у вас сейчас будет процесс наоборот сначала нужно все закрасить то есть потереть грязь какие-то линии лишние закрасить маркером или акварелью и же только потом обводить гелевой ручкой иначе гелька под краской под маркерами она обязательно поплывет вот у меня маркер фабер кастал это линер точнее 05 ширина у него он не течет под маркерами я даже проверяла сидела специально чтобы прям все точно то есть вот я делала здесь такие пробы и это все сверху маркерами разных фирм какой-то там спиртовой попроще и тут спиртовой у меня был подороже который больше расплав расплывается на листе я боялся что вот именно он даст грязь тут но вот линер прекрасно справляется сверху с краской я думаю что с акварелью тоже был он справился если вы рисуете гелевой ручкой то наоборот сначала акварель и уже только потом у нас будет линер гелевая ручка так ну давайте обведем с вами это тоже очень характерно для дудлинга именно делать какие-то рисуночки с обводкой линером самое главное линер прямо все линии доводить до конца не оставлять каких-то зазорах зазоров не делать ее отрывистую линию потому что потом при переносе в компьютер при сканировании все это будет очень видно и очень трудно будет потом ее обрабатывать конечно если у нас именно placement print который мы потом не планируем в иллюстраторе например заливать цветом то есть часто делают что делают такой шаблон вот мы бы сейчас могли зарисовать все линером сделать форму и не закрашивать отсканировать перенести ее в иллюстратор и вот там это прямо супер-пупер важно потому что если в линии есть разрывы кто проходил курс катя вы уже знаете что будет неправильная заливка вот но у нас немного попроще у нас будет именно все уже закрашенным цветом сейчас на этапе рисунка так обводим все наши линии все наши линии розочки всем еще раз кто пришел рассказываю что сегодня мы делаем placement print с розой и это также doodle стиль то есть мы рисуем такой вот забавную розочку которую потом можно будет переместить на футболку сделать какой-то наклейку сделать какие-то принты на блокнот и вообще что угодно и где угодно это может использоваться потом для украшения каких-то приглашений на свадьбу вообще куда угодно таком же стиле можно например также рисовать да не только цветы можно рисовать всякие предметы быта еду очень любят фото иллюстрацию именно так теперь шипчик сюда вот так что это очень интересная обширная тематика и на самом деле с ней очень классно развивать какое-то воображение и легкость в рисунке то что когда вот мы сидим разговариваем по телефону и просто рисуем какие-то каракули все как-то проще легче выходит и ты такой сам не заметил хопать а там что-то нарисовалась а если же ты сел перед чистым листом то сначала накатывает такая паника так и что а вдруг если я его сейчас испорчу что мне как мне быть дальше вот так что этот дудлинг это классный такой способ и расслабиться и сконцентрироваться самое главное потому что когда начинается обводка то здесь нужно работать четко то есть нельзя там накалякать где-нибудь черным все конечно можно удалить но зачем нам потом фотошопе с этим париться так обводим наши лепесточки теперь вот постепенно уже прорисовывается в карандаше не совсем мне кажется было все понятно а теперь когда линии черные прям виден контур видна форма можно где-то например если хочется добавить еще какой-то изгиб вообще конечно для placement принта который не будет потом обрабатываться именно какой-то вектор и на изображение перерабатывается его можно рисовать не только с четкими линиями но какой-то акварельный принт полностью какой-то карандашный принт чтобы была видна именно текстура материала которым рисовали листик было бы очень здорово если когда вы нарисуете принт то потом все таки перевели его изображение в компьютер цифру это можно сделать не только с помощью сканера можно также сфотографировать на телефон главное либо это должно быть естественное освещение то есть там на балконе на подоконнике где-то чтобы не было слишком темно слишком желто все это можно подправить также фотошопе но потом это скажется сильно на качестве самого рисунка то что если мы из темного изображения например переводим фотку светлую то ну вы знаете что обязательно будет очень много зерна и уже картинка будет не четко и красивая такая вся сейчас модно в инстаграмах но просто это немножко не та тема не туда так что же чуть-чуть осталось сумму сердцевинки теперь очень кстати было бы прикольно наделать много таких картинок и сделать потом свою персональную дуду раскраску забыла как они называются честно говоря где очень много маленьких черно-белых изображений всяких узоров еще чуть-чуть несколько лепесточков так и последний лепесток итак все работа с линером практически закончена давайте еще проведем центральные такие серединки у листочков еще вот здесь и сюда теперь пусть он чуть-чуть час подсохнет хотя конечно линеры достаточно быстро чем высыхает это гелевая ручка вот еще раз говорю про гельку сначала чистим прям в карандаше все делаем такой законченный рисунок потом подчищаем лишние линии вот этой резинкой пластиком и закрашиваем акварельный акварельными красками или маркерами и уже только потом когда у нас все это высохнет уже можно наносить гелевую ручку вот так что с ней процесс обратный маркера мой обратный линер в этом плане линеры мне конечно очень нравится потому что ты уже кладешь там краску и маркеры цвет на такое чисто готовое изображение которым ты точно знаешь что ты же стер все эти лишние кракозябры карандашные какие-то свои штуки так вот такая у нас татуировочная роза для тировов получается мне кажется она бы очень прикольно смотрелась как placement print например с левой стороны на футболке где этом сердце ну как любят делать кармашек на этом месте вот можно было бы сделать такой принт так причем его стерли теперь берем маркер на будет розовый сегодня два цвета розовых буду использовать и прямо вот широкой стороной я сейчас просто закрашиваю целиком розу мы даем общий тон ей итак внимание линер не течет вот о чем я говорила это очень круто конечно в идеале 10 раз не проводить по одному и тому же месту но вдруг он все-таки не такой волшебный как я ожидаю от него так закрашиваем все аккуратненько прям вот так не боимся потому что я вам скажу честно у меня часто руках маркер с алиэкспрессу вот у меня есть огромная такая байда с алика где очень очень много маркеров и в магазине бы она стоила не знаю сколько тысяч 20 с чем-то точно я думаю вот вот это же обошлась в четыре с копейкой и к сожалению да некоторые сразу пришли оттуда сухие вот но это же алиэкспресс как бы ничего еще можно ожидать некоторые у меня в процессе рисунка очень быстро перестали рисовать но кто-то из них держится хорошо и вот на самом деле даже эти маркеры очень прикольные в плане то что они прикольно смешиваются если достаточно быстро рисовать делать заливку вот где-то чуть-чуть он подтек конечно линер если быстро делать заливку то не остается видно вот этих вот стыков маркера как от обычных например маркеров не художественных таких вот ну в целом для попробовать и чтобы понять все что и как очень даже прикольно их оттуда заказать так так еще вот у меня листочки остались тут закрашиваем кстати да еще могу рассказать про бюджетные маркеры что есть неплохие фирмы например style 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 маркер купленные в передвижнике на винзаводе в москве он стоит там равен 200 300 300 300 это максимум вообще его цены они тоже очень неплохие могу сейчас даже показать вот на другом на другой розочке давайте попробуем с вами закрасить вот этим маркером именно я тут не стирала линии это такой мой черновой был вариант здесь есть один плоский кончик вот он тоже неплохо красит достаточно тут раз другой чуть-чуть оттенок розового вот если им быстро именно вот так ввести то то достаточно быстро цвет схватывается вместе и не остается вот таких полос вот неплохие маркеры я их сравнивала с моими любимыми тачами тоже тачи очень классные маркеры они дешевле чем копики но при этом вообще им не уступает на мой взгляд я сравнивала одинаковые цвета этого маркера с тачи мне кажется у тача более хорошо совпадает цвет крышки с тем что потом ты получаешь по итогу но в принципе это не так страшно потому что здесь всегда себе делают обычно там какую-то палитру чку нарисовал чуть-чуть провел записал там цвет и ты уже знаешь что у тебя получится вот в общем вот такой цвет плоская сторона и вот такая него мягкая сторона тоже очень прикольная то есть ей можно ввести тонкую линию и вот переводить ее в мягкую так что это как неплохая альтернатива маркерам копик за 600 с лишним рублей за штуку так что будете знать если соберетесь их покупать копики в общем не копиком единым как говорят как ягод так теперь дальше переходим возвращаемся к нашей вот этой розочки берем более темный цвет это пилотинг 9 у меня был только что берем просто пинк 8 так и начинаем более темным цветом делаем тенюшки делаем их совсем чуть-чуть у нас должно быть такое более плоское изображение вот заливаем буквально некоторые места чтобы просто вот дать чуть-чуть объема можно сделать заливку еще вот здесь показать объем под листочком листочком тут чуть-чуть еще выделить прям некоторые места как тени от лепестков на розе так могу сказать что это такой очень творческий процесс там плане что как вы захотите ее разрисовать хоть и зеленые и сделать вообще без проблем то есть это прям полностью расслабить своего внутреннего татуировщика и или ребенка и нарисовать какую-то прикольную такую штучку так по на этот листик еще тут у нас сверху тени не видно они больше внизу внизу так ну примерно так и еще чуть-чуть здесь прям этим цветом буквально немножко выделяем чтобы получились такие тенюшки у нас так теперь берем зеленый оттенок мне их есть несколько я сначала хотела взять вот такой чтобы он был в таком в немножко наивном детском стиле плоском очень плюс у меня еще есть более темный темный такой как раз маркер тач но этот более такой естественный цвет мне кажется все таки он больше подходит именно под вот такой оттенок розового ну и тут вот видно как тач ложится на обычную бумажку ладно давайте возьмем все таки светленький такой прям наивный цвет cool shadow а это shade green вот его и берем и для лепестков мы с вами берем широкую сторону для прорисовки какой-то мелкой детальки мы возьмем с вами тонкую листик сюда вот собственно такие именно азы дудлинга у нас с вами есть теперь вот и таких розочек можно нарисовать бесчисленное количество можно именно да вот про дудл немножко расскажу и про стоковые всякие фишки на которых он продается этот дудлинг обычно это делает какую-то такую такой комплект маленьких рисуночков как вот вы в детстве наверное все помнят или детям покупали наклейки набор каких-то маленьких картинок который соединен одной тематикой одной цветовой гаммой какой-то одной идеей вот точно также маленькие дудлы они продаются на стоке художник который их рисует вот он там мы нарисовали с вами розу например нарисовали еще какие-то цветы нарисовали нарисовали отдельно какой-нибудь завернутый шип или допустим есть такие разделители которые часто используют в текстах после текста какую-нибудь красивую такую длинную закорючку вот это все отрисовывается переносится в компьютер либо уже там становится векторным изображением либо вот именно какой-то такой маркерный акварельный эффект сохраняется и просто чистится картинка вырезается с фона туда можно добавить тоже какие-нибудь там детали в фотошопе или в иллюстраторе и уже потом готовая такая картиночка соединяется с остальными детальками в общую композицию и в таком виде она продается на стоке часто я видела что это если кто знаком с форматами это формат png то есть формат на котором есть прозрачный фон то есть если у нас мы где-то добавили цвет и не стирали ничего то там он будет залит он будет непрозрачный если же мы где-то цвет удаляем то есть например сейчас я закрашу розочку и покажу на ее примере что у нас примерно удалится в формате png который кстати часто для принтов тоже используют если мы хотим принтовать и чтобы там был прозрачный фон то это только png так быстренько закрашиваем шипенди так вот такой забавный момент вот такой маленький принт в нул стиле у нас с вами получился итак рассказываю про png про формат который может потребоваться вам потом если вы будете вклеивать допустим этот рисунок делать с ним наклейки если он пойдет куда-то для печати для украшения какого-то текста для украшения обложки для украшения не знаю куда еще может он пойти например там баночка с каким-то там кремом и у нас сбоку здесь есть такая розочка и какой-то еще шрифт классный добавить то есть для украшения какой-то упаковки мы сканируем изображение чистим его в фотошопе либо мы фотографируем изображение на телефон вот но здесь очень важно чтобы был нормальный свет очень важно чтобы достаточно ровно сфотографировали то есть не под каким-то углом чтобы картинка не искажалась иначе потом вы вот и получите вот такой какой-нибудь узорчик рисунок странный кладем на ровную поверхность на подоконник фоткаем на телефон с нормальными параметрами чтобы было все видно ничего не засвечивалось и не темнилось либо сканируем переносим изображение в компьютер у курса на катя я думаю тоже это было я помню что в фотошопе по принтам все это было рассказано чистится белый фон но сначала подгоняются определенные ползунки чтобы у нас цвет получился такой который мы хотим и вот допустим если у нас отсканировано вот так изображение удаляется белый фон отдельно удаляются все вот эти вот лишние моменты и если бы например у нас тут были шипы с вами нарисованы как-то прям еще больше был бы очень классный эффект прозрачности например если эта картинка переносится на фотографию через наши все эти белые удаленные части мы видим изначальное изображение на которое оно накладывается вот то есть это очень классная такая тема для работы для рисуночка ну и вот как пример мини такого комплекта дудлов которые соединены одним цветом у нас есть с вами большая роза с шипами есть вот такая маленькая розочка которые можно обе отсканировать соединить их в какую-то композицию может быть даже вместе попробовать их вот так вот покрутить чтобы их было две куда-нибудь сюда вот ее приставить вот и получит такой комплект или какой-то готовый принт который можно потом нанести на футболку сейчас вот этот рисунок я буду фотографировать то что у меня забрали сканер я буду его фотографировать на телефон переносить как раз в изображение в какую-то готовую картинку вот и потом с Катей обязательно выложим примеры этого использования спасибо всем за внимание еще раз напоминаю что мы сегодня делали с вами placement принты в дудл стиле такие забавные розочки с шипами подготовлю сегодня я думаю еще даже побольше их чтобы прям было много розочек и обязательно с Катей выложим результат того что потом будет у нас с вами на футболке или где-либо еще вот спасибо всем за внимание с вами была Соня прямой эфир сохранится и желаю всем классных дудлов и релакса всем пока-пока